Настю, давай прыгай. Вот это встреча, ребята. Вот это, вот это ребятушки Италия. Ребята, всем привет. С вами Александр Кондрашов. И наши девчонки. Мы летим в Европу, в Милан. Берем там тачку и едем по дороге. Куда, пока не знаем. Пока не знаем, решим по ходу дела. Сейчас задача у нас съездить именно в Милан. Сделать небольшой шоппинг нашим девчонкам. Шоппинг тур устроить. Да, небольшой, только такой little-little. В Шеремете очень сильно все поменялось. Во-первых, табло. То есть мы зашли, было табло, как в Нью-Йорке. Видела какой-то там, да? Не, ну, второе, что не надо в очереди стоять. То есть мы покупали, когда я билеты, я сразу всех зарегистрировал. Сейчас еще посмотрим, какие-то места дали, все дали, что херена места. То есть, кстати, доехали мы на Uber. Ребят, ссылочка будет на код, 500 рублей можете получить у меня в описании. Я получил 500 рублей, и с меня с карты списали 500 рублей. Ну, то 1000 рублей стоишь. Сейчас Катя зарегистрирует, дай ей свой промоут-код, и получишь все ты 500, и она 500, и обратно можно поедать в бесплатно. Ребята, мы в Милане. Вышли, нас здесь ребята пытаются развести, да. Говорят, адрес, адрес. Он сразу шифронулся. Пойдем сейчас спросим. А, how much? Он покажет нам что-то. Пойдем посмотрим. Слушай, я где-то уже это видел. У нас уже такая история была, мы говорим, у него сколько стоит. Он говорит, пойдем, пойдем, сейчас я вам расскажу, сколько стоит. 4, 4, 4. Адрес покажи. Он говорит, не снимайте, хочешь нас надуть. Это 40 евро. 40 евро? Это 5 минут? Да, я знаю, но в ней это 50 евро, 5 минут. Подошли ко второму таксисту, он сразу сказал 30. А тот нам скидывал максимум. А тот сказал 35, да. И вот он ходит такой. Нет, нет, нет. Он типа скинет что-то, машет нам таксист первый. Спасибо, пошел он. 25 это нормально, нет, как считаешь? Нет, 20 евро. Да 20 нормально, можно. Меня взяли специально рядом с аэропортом. Ну, отель забукали. Чтобы не платить, ну грубо говоря, за такси. Русская смекалка, в результате мы сейчас потратим те же самые 30 евро, но при этом мы еще часика два по аэропорту погуляем. Чувак нас не обманул? Он сказал, мироуа, но ты мог бы подойти и послушать, что он говорит? Ребята, вы себе не представляете, к чему ведет экономия. То есть мы сейчас херачим с чемоданами куда-то. Но на самом деле, до гостиницы, которую мы забронировали, мы специально ее взяли рядом с аэропортом, чтобы завтра поехать сюда утром и взять машину. Может часть никакого поймать, я не знаю. Но 30 евро, мы посчитали, что для нас дорого. Прошли 100 метров и договорились за 15 долларов. Тут все недовольны. Да, все матерятся типа YouTube, все дела, что типа я снимаю. Никто никому не нравится, но вот хороший мужик попал. Миша, помоги закинуть. Вот, мы просто второй раз... Миша, помоги закинуть. Ты че делаешь, смотри, смотри че делать. Полиция, я звоню полиции. Поехали, бля, бля. Что ты делаешь? Уху бля, бля, уродная. Ты че? На, миш, ты, поехали. Поехали, я. Наш, бля, не надо, не раздувай, не раздувай. Тайка, тайка, тайка. Че, камера? Че, п***ли, бля? Я тебе бля, это моя камера. Коль полиции. Окей, окей. Поехали, Наш. Поехали, я вот так. Коль полиции. Поехали, бля, бля. Поехали, бля, бля. Поехали, бля, бля. Погнали, бля. Настю, давай, прыгай. Поехали, бля. Вот это встреча, ребята. Вот это, ребятушки, Италия. Поехали, бля. За 15 евро чуть меня не отбил. Я вообще халил. Чуть не забрали. Поехали, бля. Камеру не сломал. Поехали, бля, бля. Да, бля, 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 бля. Жесть. Майга. Мафия? Что происходит? Идея отеля, да? Да. Покажи ему адрес еще раз. Хорошо, что я ее удержал. Он прям ее выхватить, да, хотел? Да, так я ее тоже схватила, между прочим. Я ему чуть-чуть не дал, отвечаю. За 3 пенели там нахладил хотя бы немного. Ребят, это что за жесть такая? Ну, мафия? Ты что, Италия? Испания? Ну, это же просто ужас какой-то. А что ты сидел это такого вам? Он говорит, ютуб, а нельзя снимать. Нельзя, 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 типа. А ты снимаешь, да? А я стою, снимаю, да, он мне выкладывает ковер. Надо было зарубиться, мешаясь. Надо было накидать ему, да он очканул, вообще-то. Да он обосрался, да, сразу. По-моему, сам пожалел, что он к тебе пристал. Ребята, в общем, мы доехали минуту за 2, наверное, до этого отеля. 60 евро стоит ночь. Нормальный номерок. Практически как W Hotel, когда мы в Нью-Йорке отдыхали. Да? Угу. О, хоть прохладно. Я водички выпью? Да. Ребята, всем доброе утро. Вот первое утро в Италии у нас. Умываемся, быстро чистим зубы. Сейчас пойдем на завтрак. В Италии во всех отелях завтраки включены. Вот у нас еще осталось 40 минут, чтобы позавтракать. Настя чистит зубную пасту, я ее чищу вот такой вот штукой. Это листерин. Это очень, достаточно популярная вещь, особенно в Америке. То есть в России почему-то это никто не использует. Использует. Использует, да? Но я не видел ни у кого, честно говоря. Не, я когда брызги носила, я просто такой штук и полоскала. Да? В общем, офигенно удобная вещь. Например, на охоте, на путешествии берешь с собой такой бутылёк и просто полоскаешь рот. Удаляется и кариес, и камни. То же самое, грубо говоря, что и зубная паста, только намного удобнее, быстрее и почистить. И эффект свежести остается из числа 12. Удаляет камень, налет, ну короче, и везде попадает во все, в те места, куда зубная щетка не может попасть. Такая вот у нас гостишка. Вот так, ребята, экономятся бабки. Мы прошли километр пешком. Просто стояли 20 минут на автобусной остановке. И в результате попали в автобус, в котором вообще нет места. И в результате сэкономили пятнашку. 15 евро сэкономили. На самом деле были бесплатные шаттлы, но на них надо записывать не за сутки. А мы тупанули, и такое утро мы об этом спросили. Так выглядит офис Голдкара. Большая очередь. Сейчас находимся в Голдкаре, и нам сделали скидку 5 евро в день. 5 евро в день за повышение класса автомобиля. Да, мы повысили класс. Мы взяли наконец-то не автомат, а вот можно взять у них механику. Не, у нас была механика забронирована. Подожди, какая у нас была машина? У нас вот фокус был. Не, вот это. Он нам сказал, у нас вот этот класс был, да? Ой. Не, у нас фокус. Вот такой был фокус. А, да. А нам дали вот такой вот. Хотя я бронировал вообще Peugeot. Какой нам дали фокус? Вот такой. Да. Бренд Калев брали машину. Там есть... Там есть защита, протекшн, короче, на автомобиле. И нам сказали, что это все фигня, не берите такую тему. 15 евро в день получается. Один фиг ты платишь иншуранс еще раз. То есть мы, получается, дважды заплатили за страховку. Да, и мы сейчас написали письмо в офис компании, чтобы они нам вернули стоимость вот этой протекции. Да, и мы спросили у них в плане, то есть надо вообще это покупать, не сказали, никогда это не берите. У нас развели, ребята. Да, все равно вы будете это здесь. Очень, ребят, у нас самый большой заплет получился в том, что у нас три карты. И на моей карте она дебетовая, на ней нет денег. А его карта на ней есть деньги, но их нельзя снять почему-то, да? Нет, у меня дебетовая карта, а у него кредитная. У меня две, у меня и кредитная, и такая, да. И в результате мы сняли кредитную с моей половины суммы, да, потом вторую половину с тебя. Его сделали вторым водителем. Короче, они, кажется, пять минут говорят, что мы видеоблогер, видеоблогер, ему надо помочь. И, короче, ей снимают у нас со всех карточек по очереди деньги. Да, 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 мы стоим с Мишей и ржем. Посмотрите, как они реагируют на камеру просто. Они, кажется, все боятся ковер. Да, почему-то они очень боятся. Миша, расскажи, что сложно было купить эту... Нет, элементарно вообще. Карту для интернета. Я по правам просто-напросто купил и все. Понятно. Сколько она стоит и сколько гигов? 25 евро стоит 10 гигабайт. Если хочешь 5 гигабайт, что-то 15 евро она стоит. Но это чисто для планшета, то есть звонить нельзя. Понятно. Вот это круто у тебя. Смотрите, да. Какая фишка. А здесь еще дым выходит. Сюда выходит. Что может случилось? Скажи, машины нам уже и не дадут. Не, нам дадут. Здоровую. У нас будет Форт Симакс. Она большая такая, как минивэн. Да ладно? Да-да-да. Там место дохерища вообще. Семейная машина. Ну мы же прям как семья. Кстати, на машине нам можно выезжать только во Францию и Швейцарию. Больше нельзя ни в другую страну. Настя у нее уже скопала. Ну нам и нужно Франция и Швейцария. Ну нам Франция и Швейцария нужны, да. Нам больше ее купили. Но Воспию нельзя нанить в уехать. Ну потом, ой, я бы так не перепоказала. Ну маленький. Он совсем на приятности. А мы еще, мы взяли машину как S-Max, как пенсионеры. Пенсия. Пенсия в аквариуме будет. Ходить, наверное, чтоб по трассе подлить. Настя с другой моей? Нет. Нет, Настя. Что-то я не хочу. Давай мы, подожди, сейчас поесть. Ну мы будем пиво пить, когда сядешь туда поедешь. Дай мы хоть с аэропортовым сейчас. Полиция, Туиция. Ну куда ты сразу залез? Ты что, первый раз? Да в том-то и дело, что ты ездишь как первый раз. Хочешь, ты понял, что я без тебя в Греции прекрасно езжу. Санек, иди садись. Мозги. Так, Мишанин. Что, мы приехали... Куда приехали? Платник какой-то, да? Ой, я вместо авто нажал. Ты, конечно, накрутил тут опять. Так, давай. 2 евро и 1 евро. Сколько стоится? 3 евро у нас. Мы сейчас заехали на платник, он 3 евро стоит. 180 рублей, ничего си. Сейчас поедем по... А в Сочи? В Сочи мы вообще ездили, а сколько там? В порядке 5, наверное, да? Ой, там платники вообще по всей дороге. Да, ну они там рублей 20, 30. Ну хорошая дорога, они прям рады ехать. Ну Рим тоже, да. Ну Рим мы на побережье, выйдем на побережье, прям до Рима доедем. Сколько можно заплатили? 3 евро. Уже 3 евро. Огромные деньги уже заехали. Давай, может покажем вам какую-нибудь бумажку. Вот бумажки есть. Ну просто запихни эти бумажки и газ в пол. Давай, Мишань. Ну, узнали вас вот в Милане. Понравилось. Смотрим ваше видео с братом. А как вас зовут? Меня Никита и его Арсений из Москвы. Привет. Какие любимые видео у вас? У нас любимые видео. Ну, мне про биране очень много. Обзоры. А, еще про то, как вы на острове были и потом на корабле собирали. Панамы. А, панамские бульни когда мы не попали. Давайте поднимемся. Давайте вместе все поднимем. Давайте на девчонку. Давайте на девчонку. Дай девчонкам. У нас нормально спать. Давай с двух сторон. Парни, давайте приятно познакомиться. Самые крутые магазины, наверное, здесь. Это Барбари, Дольче Габбана, Версачи, Прада, Кавале. Настик, что с тобой? У меня мозг отключился. Барбари, я зомби. Я не знаю, можно снимать здесь в магазинах или нет. Ребят, принесли нам пивасик. 18 евро стоит. 18 евро бутылки пива. Мы начинаем... Мы начинаем распробовать местные прелести. Я заказал пасту с раками, а я заказал пиво за 18 евро. Не, я пока пасту с раками не заказывал, но я очень... Кого? Леггинс. А я купил себе леггинсы. Она попробует. Ребятушки, за первый день в Италии. О, красота. Не, мы сегодня обязательно должны искупаться. Я вчера зашел, а вообще вы все это ели. Ребят, после наших пельменей за 570 рублей, не так уж и дорого. Не, сколько получается? Вы только 5200. Принесли пасту, она просто напичкает перцем. Я вообще острое не ем по жизни. А сейчас я голодный, мне приходится этим давиться, и у меня... Я понимаю, что у меня сейчас желудок... Реально все горит во рту просто. И у меня сейчас желудок, как будто я лезьями так начинает трезвать просто. Изнутри. Не хочется в путешествии какой-то негатив снимать. Подошел официант, он говорит, что это острое. Он говорит, ну хорошо. Хорошо. Окей, Игорь. Я просто не понимаю, зачем карбонару делать настолько острое. То есть, такое, не чувствуешь общение. Ну, давай бутеры, короче. Тапок. Две пары. Короче, Мишаня пошел. Ребята, кто будет шопиться в Италии, нужно делать вот так вот. Бумаешь тапки, одну пару получаешь, а один тапок с подарок. Мишаня, ты можешь потерять только левый тапок, ты понял, да? Ну да, то есть пока только левый. Вообще. В общем, шопинг говно, ребят. Не, ну мы пока попали в какой-то хреновый, на самом деле, углев. Завтра поймем в другой облет, да, в этом цены, как в Москве. Да и вообще, а выборы не хера. Я купил двое шорт и футболку, и все. И то в Найке все. Не, я купил костюм. А я аккуратно, без выходности купил себе глядеть. Кстати, машина такая неплохая, я бы сказала. Ну что, едет? Ну нормально, да, вполне очень, да. Комфортно. А, да, он вешал. Ну, своя дорога. Да, ну вот встречка, ну пусть пройдет. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!